Всем привет, вы на канале Суперкит. На моем канале вышло уже много видео о самих SSD M.2 NVMe, о ревизиях слотов PCI-Express и их скоростях, о подключении всеразличными способами к компу в разные разъемы, об охлаждении таких накопителей. Но что же делать после подключения с тем, что такой твердотельник не определяется биосом системной платы? А как результат, после установки на него операционной системы нельзя выставить этот SSD в качестве загрузочного. Получается, что все готово, и подключили, и винду накатили, но запустить ее никак не выходит. Так происходит, потому что биос не имеет драйвера NVMe. Кажется, самое разумное это установить тот биос, который имеет драйвер. Но где его взять? Производителю совсем не нужно, чтобы вы на своем оборудовании, которому 5, 7, 10 лет сидели еще столько же. Еще во времена, когда у меня был FX, я писал в поддержку компании Asus, чтобы они разместили такую версию биоса для моей системной платы. Стоит отдать должное, они мне даже ответили на мой запрос, но сообщили, что делать этого не собираются, и предложили купить новую системную плату. NVMe, 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 NVMe. Чуть позже, я дважды писал такой же запрос в поддержку ASRAC для своей платы с сокетом 1155. Но оба раза мой вопрос был проигнорирован. И вот, в поисках решения данного вопроса, я наткнулся на сайт Хаббр, на котором есть статья по решению данной проблемы. А самое главное, что при этом ничего не нужно будет обновлять и перепрошивать. Потому что, если не то и не туда сделать, то тогда вы как никогда будете близки к покупке нового или ремонту старого. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. В общем, как вы поняли, цель этого видео сделать М2 NVMe загрузочным на старой материнке. Скажу, что здесь очень хорошо все расписано, прямо по пунктам и даже с картинками. Поэтому приступим. Нужно будет две флешки. Одна будет с устанавливаемой виндой. Вторая будет для установки на нее программы, которая будет выполнять транзитную функцию. А именно, сначала при включении компа будет загружаться именно эта программа, которая, имея драйвер NVMe, будет находить SSD М2 с виндой и запускать загрузку с него. Посредником для загрузки с NVMe М2 будет программа Clever. Но ее нужно настроить. Чтобы миновать все эти сложности, была написана еще одна программа, которая скачивает, настраивает и записывает образ на флешку, делая ее загрузочной. Все это делает утилита BootDisk. Ее и нужно будет скачивать. Нужно подготовить флешку, установить в комп и отформатировать. Далее запуск BootDisk и выбор нужной флешки. Программа занимает мизер, поэтому, даже если у вас остались флешки менее 1 гигабайта, они подойдут для этой цели. Чтобы все параметры были правильно настроенными, нужно поставить свои и проверить наличие установленных по умолчанию отметок согласно представленных скринов. Все так легко, что аж подозрительно. Остается только сделать пару движений и запустить процесс скачивания и установки. Здесь может показаться, что уже все готово, но нужно ждать. Еще ждать. А вот теперь все. Если все получилось, то после загрузки с этой флешки мы должны увидеть такое окно. Обратите внимание, что по умолчанию клевер не загружает драйверы для NVMe, и это придется сделать вручную. Для этого заходим в указанную папку на флешке и копируем этот драйвер в две других указанных папки на этой же флешке. А вот теперь с настройками этой флешки точно все. Для того, чтобы загрузка была с только что сделанной флешки, нужно установить ее первой в приоритете среди загрузочных устройств. И как можно видеть, видна заставка клевера, а значит все получилось с настройками. На данный момент у меня подключено много устройств хранения информации. Это и эта флешка, и установочная с Windows 10, и мой системный SATA SSD, и Winchester, и M.2 NVMe. Именно поэтому здесь так много устройств отображается. Чтобы понять, что есть что, при выделении того или иного диска, под ним пишется информация о его содержимом. А вот теперь я все отключил, оставил лишь две USB флешки и M.2 NVMe. Можно переходить к установке винды. В описании на хабре делается акцент на паре вещей. Во-первых, рекомендуется не переносить с другого диска систему, как многие это делали после покупки SSD, а именно устанавливать заново. Цитирую. Проблема восходит корнями к типу загрузчика вашей операционной системы, который был выбран и использован при ее установке на компьютер. Во-вторых, предлагается установить винду именно из-под клевера. То есть среди этих дисков выбрать загрузочную флешку с виндой и установить. И вот тут у меня возникла проблема. Сколько я не пытался установить именно так, как написано, у меня ничего не вышло. Я даже поменял загрузочную флешку для винды. Во всех случаях процесс начинался, появлялся логотип десятки и все. Как будто зависало. Не доходило даже до выбора диска, на который нужно ставить винду. Я даже ждал до получаса, но ничего не происходило. И тогда я решил поставить систему мимо клевера самым обычным способом, как это всегда и делается. Установка без проблем удалась, ведь винда ставится на M.2 NVMe даже на старых платах, так как сама десятка обладает нужным драйвером. Проблема возникает дальше, так как без сторонних действий невозможно в биосе потом выбрать такой диск загрузочным, так как сам биос не видит M.2 NVMe. И вот теперь кульминация всей работы. Запуск только что установленной операционной системы. Для того, чтобы удостовериться, что никаких других носителей информации нет в компе, открываю диспетчер устройств, в котором видно, что на компе только мой SSD Samsung PM981 и флешка Kingston, на которую установлен клевер. Коль уже я показал в доказательство, что в компе сейчас только один SSD-шник, то покажу и остальные комплектующие, чтобы было видно, что загрузка с M.2 с интерфейсом подключения PCI-Express произошла именно из-за выполненных действий, а не потому, что комп понимает этот твердотельник. Мой проц i5-3475S на сокете 1155. Его интегрированное видео. В AID можно видеть системную плату. Системный диск на 256 гигабайт, который после форматирования имеет чуть меньший объем. Ну и конечно же тесты. Тест работы твердотельников CrystalDiskMarket с разным объемом файла, учитывая, что он является системным. Тест в HDTune. И самсунговская прога, в которой видна температура, которая достаточно низкая, как для такого накопителя, так как я использую радиатор. Также в этой программе видна ревизия слота PCI-Express и все подключенные диски. Диск Toshiba, кстати, это мой внешний винт, обзор на который был на канале. Который я сейчас подключил для того, чтобы установить с него все программы для тестов. Напомню, что не могу установить с внутреннего винта, так как он отключен сейчас. И, естественно, бенчмарк с оценкой скоростей работы. На чтение 3400 с плюсом мегабайт в секунду, а на запись почти 1500 мегабайт в секунду. Для тех, у кого тест скорости не совпал с ожиданиями, настоятельно рекомендую посмотреть видео, которое сейчас в правом верхнем углу появится в качестве подсказки. Так мигает индикатор обращений к системному диску на переходнике для M.2. Десятая винда на старом компе работает с M.2 NVMe. Результат получен. Самое время посмотреть, сколько это все будет загружаться. Как я понимаю, клевер запоминает, какой диск как загрузочный выбирался последний раз, поэтому для системного использования не нужно будет заходить куда-то и что-то делать вручную. Вы будете просто, как и всегда, включать комп. Он будет сначала грузиться с флешки, а потом уже и нужную ось. Как видите, это добавляет к загрузке около 10 секунд, но зато потом вы получаете работу на быстром и современном накопителе. Не забывайте, что флешка с клевером теперь все время должна быть в компе, поэтому найдите ей самый ненужный USB порт на задней панели и обязательно в порядке приоритетов загрузки с накопителей нужно выбрать именно ее. Отсутствие этой флешки не даст возможности запустить операционную систему. А я же, хоть и потратил кучу времени, закончив около 5 часов утра, но зато увидел это на своем компе. И надеюсь, что у меня наконец появится время перенакатить системы на компах, а вместе с ними и проги, да начать пользоваться своими компьютерами так, как я хочу, как показал в прошлом видео. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok